всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей да в углу меня стоит мужа подарок в том году на новый год он мне подарил это искусственная орхидея светильник а внизу стоит светильник на день рождения мне прислала девочка красавица вот иринка тоже светильник тоже с цветочками тоже красиво горит мужу и иринке большое большое спасибо надо было поставить поближе дерево и они бы вместе очень хорошо смотрелись но дерево здесь сейчас стоит просто показать вам и чтобы вы вместе со мной порадовались и сразу хочу вам сказать огромнейшее спасибо за поддержку девчат ребят вы не представляете какую вы мне дали вчера поддержку под видео где гибнут мои орхидеи ну правда что-то очень под расстроилась как-то ну возможно был такой день не знаю но вот прям как-то очень печально печально мне было даже плакать хотелось на взрыв потом в понедельник я сходила на работу поработала почитала вас пришла домой глядя посмотрю еще раз на свое дерево мне так что-то глядя на него стало весело потому что я там увидела огромный жирный корешок цветоносик ну на тот цвета но вот честно вот я вам показывают цветоносы свои а потом не показываю цветы потому что они их отсушивают не знаю эта орхидей к распустит или не распустит их но все-таки я вам все равно покажу потому что бутошки уже такие большенькие орхидей к это сама по себе не крупная примерно 45 сантиметров должны быть цветочки это бабочка но к сожалению название показать ее не смогу и сказать потому что я не очень хорошо подготовилась но вы все знаете кто смотрел посадку этого дерева а кто не смотрел посмотрите есть отдельный плейлист который называется орхидейное дерево групповая посадка из 13 орхидей или наоборот ребят в общем зайдите в плейлист и и посмотрите если не найдете так то я вставлю вот в правом верхнем углу будет ссылочка на этот плейлист и вы сможете посмотреть от начала до конца как возводилась это дерево мы там делали потом доработки с этим деревом потому что было мне с поливом не очень удобно ну давайте начнем сразу с полива потому что было очень много вопросов после последнего видео кстати сегодня нет не сегодня 13 числа но уже еще один денечек остался будет ровно два месяца как это дерево посажено скажем тогда из 13 орхидей и мы с вами делали вот эту доработку вот эту бутылочку так я больше ничего и не переделала но я без вас вообще ничего не переделываю и как я поливаю я в эту бутылочку наливаю воды и она постепенно подает воду вот здесь огромный такой знаете пучок мха кто не знает точнее до внутри сфагнума и по сфагнум по этому сфагнуму водичка вся распределяется и уходит вниз то есть вся эта конструкция внутри влажная раз в неделю я сюда наливаю водички бывает даже реже и по поводу того что а вдруг не вдруг а когда вырастут цветы растения они будут перетягивать на одну или на другую сторону это дерево и она упадет ребят вообще-то этого быть не должно сейчас я вам покажу почему потому что вот если вы обратили внимание орхидеи посажены друг напротив друга то есть с этой стороны орхидей к и с этой стороны орхидей к дальше ниже у нас с вами посажены гиганты и вот гиганты к и вот гиганты к и листики у них у всех будут свисать вниз какого бы размера они не были не выросли поэтому никакого перри и также все остальные растюшки здесь посажены то есть параллельно друг другу 1 с одной стороны другая с другой стороны и как я уже заметила растут они тоже одинаково здесь у нас с вами внизу сидит три ванильки которые будут тянуться вверх ванильки это тоже орхидей ки вот здесь я вам приготовила бирочки может выключить подсветку пока и вы остановите и прочитайте название но как вы видите это не все бирочки орхидеек здесь 13 а бирочек чуть-чуть совсем ну кто хочет посмотреть с названиями с фото то пройдите в плейлист еще раз говорю и посмотрите и какие же у нас изменения у этой гиганты кстати тургор ни одна из них ни разу не потеряла даже как она у нас стюарте она набрала тургор который была самая маленькая маленькая хлюпенькая хлюпенькая сейчас я вам ее тоже покажу гиганты к вырастила вот такой уже листик у нее его не было вообще когда мы ее сюда сажали а теперь уже вот такой вот большенький листик корешочки находятся в ступоре ну я вам уже говорил подсветки у меня нет а на улице очень быстро темнеет поэтому растут потихонечку и слава богу в спящем состоянии находятся наши орхидейки так здесь у нас вот такая вот огромная орхидею шка и у нее вот такой вот чудесный корень проклюнулся через мог смотрите какой толстый жирный зеленый растущий красавец я горжусь и этой посадка если честно так параллельно у нас сидит вот такая тоже огромнейшая красотка которая была с цветоносом и с цветочками когда-то но сажали мы ее сюда уже вот в замерзшем виде был вот этот цветонос то есть он дальше не развился но вроде бы как набухают кончики не знаю ребят набухают или мне кажется или хочется чтобы они набухали ну растюшка живая в прекрасном тур горе в замечательном даже страшно нажимать на листочки а то они сломаются в общем растет и вторая гигантейка параллельно которая посмотрите насколько вырастила лист видите вот эту каем очку вот этот кончик торчал когда мы ее сюда сажали и вот сейчас уже вот такой большой листик тургор тоже замечательный поэтому особо трогать ничего сильно сжать не буду так кореш очков здесь тоже пока не видно но вы знаете что гиганты и очень сложно растят корешочки и они любят повлажней но здесь им и есть повлажней потому что внизу все равно гораздо влажнее чем сверху так кто же у нас с вами дальше давайте пойдем дальше дальше у нас вот такая красо . поковыряться тут вместе с вами корешков тоже не видно но вот такой вот большенький листик у нас уже вырос а тоже его не было когда мы ее сюда сажали это маленькая такая деточка была в размере 17 но она сейчас такой остается так корешочки там вижу живые есть они есть точнее живые и все в порядке так это все азиатские орхидеи здесь вот тоже сидит красотка лист вы смотрите как загнула в ту сторону красотуля прекрасно тоже себя чувствует их 2 я думала когда они сидели в горшочке что это мамка с деткой оказывается нет два растения которые сидят тоже параллельно практически друг другу вот второе растение показываю вам и заодно рассматривая вдруг увижу где цветоносик последнее видео вам показывала и обнаружила цветонос сейчас я вам его тоже покажу на не у этой орхидеи ки вот она тоже красотка все замечательно здесь у нас кто я вам говорила стюартиана да вот она совершенно была без тургора полу живая сейчас уже она чувствует себя ребят замечательно и в центре смотрите какой большой уже вырос листик она у нас была с маленьким маленьким корешочком и вот такой уже листочек не знаю возможно там что-то у нее с корнюшками и растет но если вы посмотрите видео вы поймете что этот корешочек мы с вами пустили туда в мох и тот корешочек находится во мхе ну а новые которые вырастут конечно же будут уже сверху по мху карабкаться так кто у нас вот это у нас детка так фокус пропадает как всегда это у нас деточка тут сидит и вот это тоже деточка в размере 1 7 но вот такая большая такая большая и вот цветоносом не скатилась бы мое дерево тут на пол кручу его потом бочки вот вот такой вот лист большой у нас вырос видеть какой глянцевый это прям молоднячок ничего особо не оттираю листья пока не трогаю ребятки жду весны и вот такие тут уже у нас бутончики я надеюсь что я смогу вас порадовать но думаю если не порадую вы и я не будем смертельно расстраиваться ну что ж теперь если они не хотят в этом году меня и вас радовать цветением ну вот так получается не знаю почему ну вот такой вот у нас уже когда вам последний раз показывала его еле еле было видно вот отсюда в откуда он ток проклюнулся а сейчас уже смотрите надувает бы тошки когда мы сажали два месяца назад даже и намека не было на цветонос и еще одна орхидейка она сидит у нас как королевишна сверху всегда забываю название хотя она такое какое-то вроде легкая она цветет небольшим цветоносом цветоносик почти всегда упирается прячется точнее под листиками но очень пышным пышным букетом тоже в прекрасном тур горе растет все замечательно бывает я еще вот так вот прям по стеночке проливаю водичкой чтобы побыстрее пропитать вот так вот прям по краешку там мог сфагнум внутри и он тоже потихонечку скатывается внутри там внутри не сверху сверху как вы видите она все такое суховато и и наверное два раза за все это время я уносила в ванну эту конструкцию один раз мы опрыскивали с вами вместе это дерево коктейлем и один раз я уносила в ванну и опрыскивала просто из пульверизатора водичкой чтобы смочить вот этот мог я хочу чтобы он прижился и к весне я думаю солнышко когда проснется она хорошо начнет развиваться и расти мое деревце а и кстати смотрите вон там видно внутри корешочки влажные видите ну вот это вот еще от старых посадок жженые корни здесь их сжечь нечем а по смотрите еще увидела корень это чей чей корень признавайтесь вот какой кроша ведь какое красивый чей вот чей чё вот этой которая с цветоносом это ее корень сюда пришел а вот эта красота ребят вам видно я думаю видите какой лапушка я его даже не видела вот он там под мхом лазил лазил и вылез сюда фокус вернись вот такая вот у меня тут красота ребятки скоро будет ну ждем лето ждем лето солнышко тепла и наше дерево мне кажется совсем засияет по-другому потому что как бы я рассчитываю на то что этот мог все-таки приживется что это замок тоже есть в тех видео вон там видно какой влажный внутри сфагнум вот а сверху другой мог не сфагнум и он сухой вот ну вот такое коротенькое видео я вам сегодня показала для поднятия настроения еще раз хочу вам сказать всем огромное спасибо за ваши за вашу поддержку за ваши хорошие добрые комментарии за то что вы есть у меня за то что вы подписывайтесь кстати кто не подписаны смотрит мой канал подписывайтесь для того чтобы не пропустить не хороших новостей неплохих чтобы быть всегда в курсе событий потому что я уже говорила как то да я по статистике проверила и 40 чем-то процентов меня смотрят без подписки ребятки будете смотреть без подписки вы меня когда-нибудь потеряете поэтому чтобы меня не потерять нажмите подписаться если вам нравятся мои видео делитесь ими ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока до новых встреч мои хорошие и огромное вам спасибо вот просто огромнейшее вам спасибо всем пока пока